Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Оператор Рафаэль Марин Девственница 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 Я сожалею, но кто-то создает препятствия в студии, и я не могу понять, кто этот человек. Я знаю, кто он. Рахилио. Разумеется. У этого человека связи в самых неожиданных местах. Я буду бороться. Тебе плохо? Да, немного. Так не может продолжаться море все. Ты должен как можно скорее отсюда выйти. Гражданин Сальвадор Мендес, берете ли вы в жены гражданку Анну-Марию Перес? Да, беру. А вы, гражданка Анну-Марию Перес, берете в мужья сеньора Сальвадора Мендеса? Да. Вернее, да, беру. Вы приготовили клятву. Да, да. Вы мне сказали, что я могу написать. Конечно, прошу вас. Сальвадор. Вот такой у меня шеф. Как здорово. Поэт. Спокойно, шеф. Сейчас. Нашел. Вот. Все под контролем. Дорогая Анна, ты как колокольчик, Анна, который радостно прозвенел в моей жизни, и я попал в чары твоей любви. Твои губы дают жизнь моему сердцу. Твой Сальвадор. Сальви, как красиво. Как романтично. Очень красиво. Браво. Здорово. Предоставленной мне властью, я объявляю вас мужем и женой. Отлично. Поцелуйтесь, поцелуйтесь. Ну, поцелуйтесь же. Давайте, давайте, давайте. Поцелуй, поцелуй. Ну, давайте, ну, поцелуйтесь же, наконец. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Поцелуй. Ты просишь меня, чтобы я был сильным, чтобы боролся. Ты думаешь, я не пытаюсь, Алекандро? Но тело мне не позволяет, я чувствую слабость. Ты поправишься. Скоро ты выйдешь отсюда, вот увидишь. Спасибо за эти слова, Алекандро. Но они мне не нужны. Потому что я хорошо понимаю свою ситуацию. Хуани, вот кому в этот момент нужны эти слова, хотя они звучат фальшиво. Не будем обманывать друг друга. Моя ситуация ухудшается, а Хуани нужно идти вперед. Если нам придется ее обманывать по поводу состояния моего здоровья, то надо сделать так, чтобы она не сломалась, не потеряла надежду. Мы будем обманывать ее, Алекандро, пока мне позволит жизнь. Я долго думал, у меня нет другого выбора. Это ложь во благо. Пойми меня. Тебе очень идет это платье. Мануэль, я не знаю, как себя вести с тобой. Прости за откровенность, но я здесь, потому что не хотела отказывать твоей сестре. Только поэтому. Мне кажется, она сделала очень хороший выбор. Ты правда так думаешь? А я думала, ты разозлишься. Нет, нет, Энрике, это ради Бога. Поверь, я тебе тысячу раз звонил, но не решился оставить послание. Потому что я не знал, что тебе сказать. Правда, я просто не знал. Ну, как говорит Дония Сусана, если не знаешь, что сказать, лучше ничего не говори. Энрике, это возможно, ты мне не поверишь. Но я хочу сказать, что по-прежнему люблю тебя. Мануэль, знаешь что? Я не понимаю, зачем ты мне это говоришь, так что, пожалуйста, не говори ничего. Помолчи. Нет, нет. Выслушай меня. Я хочу сказать, что... Мануэль, прошу тебя. Я думаю, лучше остановиться на этом. Энрике, пойми, я чувствую, что не могу дать тебе то, что ты заслуживаешь. Ты понимаешь? Мануэль, ты думаешь, что когда-то ты сможешь дать мне это? Привет, привет. Привет, Элла, хорошо, что ты пришла. Дорогая, у меня были две важные причины. Первая, меня пригласили. А вторая, Маурисио попросил, чтобы я лично вручила это молодоженам. Поздравляю вас. Умберто, великолепная работа. Поздравляю, брат. Поздравляю. Спасибо, Армандо. Дон Рахелио, я как раз поздравлял вашего сына с великолепной работой. Прости, но этот сеньор не мой сын. Конечно, если его можно назвать сеньором. Дон Рахелио, сделайте одолжение. Это ты сделай одолжение себе, избегая контактов с подобными экземплярами. Разрешение? Да. Разрешение у судей, чтобы я мог присутствовать на выпускном вечере Хуаны. Альхандро, пожалуйста, добейся его. Возможно, это будет последняя радость, которую я доставлю Хуане. Дон Рахелио, возможно, вы хотите поговорить и наедине с сыном? Я тебе сказал, что он мне не сын. Этот тип не имеет отношения к моей жизни. Другого я тебя не ждал, папа. Я долго терпел твою бездарность, и теперь узнаю о твоем умственном нездоровье и физическом. Как ты можешь говорить такой, папа? Не будь невежей. Не называй меня папой. Понял? Дон Рахелио, пожалуйста. В чем дело? Ты будешь защищать этого мерзавца, этого бездельника, этого аморального типа? Ты знаешь, кто он? Если бы у тебя была бы хотя бы половина моей морали, папа... Я выбью из тебя эту болезнь. Дон Рахелио, возьмите себя в руки. В чем дело? Будешь его защищать? Или у тебя такие же вкусы, как у этого несчастного? Умберто не преступник. Разумеется, нет. Поэтому я не собираюсь прятаться. Я не сделал ничего плохого. Дон Рахелио... Мразь. Рахелио, пожалуйста. Будешь его защищать? Я выбью из тебя эту дурь. Рахелио, пожалуйста. Ударь меня, ударь. Боже, он его убьет. Что мы можем сделать? Что там происходит? Там сеньора Рахелио, Умберто и Армандо. Кажется, сеньор Рахелио узнал, что его сын... Что он гомосексуалист. Но это несправедливо. Это ведь не преступление. Тем более Умберто. Такой простой, такой добрый парень. Вы меня простите. Я, конечно, не расист. Но, зная Рахелио, минимум, что он сделает, это выбросит его в окно. Давайте войдем. Ну, не знаю. Кажется, они успокоились. Хочешь ты или нет, но я выбью из тебя этот порог. Слышишь? Ты говоришь так, будто это болезнь, увеличение наркотиками. Для меня так и есть. Я вызову службу безопасности. В чем дело? Хватит. Что вам здесь нужно? Вас не звал никто. Синьор Рахелио, мы на стороне Умберто. Ты не сможешь меня унизить, папа. Они приняли меня таким, какой я есть. Дон Рахелио, я думаю, уже достаточно. Не смеши меня, Армандо. Не смеши меня. Сейчас ты выступаешь гарантом человеческих прав. Я тебя знаю. Ты настоящий бабник. Или, может, ты скажешь, что он тебе нравится. Теперь тебе нравятся мужчины, так называемые. Что ты думаешь, папа? Что все такие, как ты? Умберто, хватит. Успокойся. А вы уйдите. Хорошо подумайте. И потом мы поговорим. Я тебе уже сказал, и не собираюсь повторять. Ты мне не сын. Я тебя попрошу не быть в одном месте со мной. Если я тебя увижу, я туда не войду. Я не буду с тобой здороваться. Ты для меня не существуешь. Извращенец. Гомосексуалист. Алехандро, болезнь вернулась. И на этот раз, я не знаю, сумею ли я ее одолеть. Алехандро, я тебя умоляю. Сделай даже невозможное. Сделай все, что в твоих силах. Я тебя умоляю. Я знаю, что это значит для Хуаны. Я знаю, как важно для нее и для ее семьи, что она смогла закончить учебу, несмотря ни на что. Морисе, я приложу все усилия, чтобы завтра ты присутствовал на выпуске Хуаны. Ничего не обещаю. Будет нелегко. Но я переверну небо и землю, чтобы этого добиться. Отец решил поговорить со мной единственный раз в жизни, чтобы сказать, что я не его сын. Нет. Нет, Рахиль Абивас. Я твой сын. У меня гораздо больше причин отказаться от тебя, как от отца. Но я этого не сделаю. Потому что хорошо это или плохо. Но ты мой отец, Рахиль Абивас. А я твой сын. И это одна из немногих вещей, которую нельзя изменить. Я сомневался, пригласить ли тебя танцевать. Я заметила. Ну и в чем дело? Что заставило тебя решиться? Я не знаю, что произошло. У меня были все причины, чтобы сделать это, но я не знаю, что меня заставило решиться. Я просто подошел и пригласил тебя. И мы танцуем. А тебе когда-нибудь раньше было так же тяжело пригласить женщину потанцевать с тобой? Не знаю. Возможно, когда я был подростком. Ты знаешь, в этом возрасте все трудно. Знаешь, что... Без сомнения, они любят друг друга. Но мне кажется, у них проблемы. У них на лицах это написано. Эва, любовь часто сопровождают проблемы. И если они не преодолеваются, то бывает трудно. Но если любовь сильная и искренняя, я думаю, все будет хорошо. Я знаю, почему ты учишься. Я знаю, почему ты учишься. Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, что ты думаешь. Это неловко об этом говорить, но я считаю, что это мой долг. Что все так серьезно? Ваш муж и ваш сын очень сильно поссорились. Дон Рахельо вышел из себя, и нам пришлось вмешаться, чтобы утихомирить его. Пресвятая Богородица Рахельо, что с ума сошел? Что произошло? Я сожалею, доням пара. Добрый день. Как дела, сеньоры? Здравствуйте. Здравствуйте. Простите за опоздание. Я как раз говорил сеньорам, что я удивлен, что ты задерживаешься, отец. Да-да, извините. Мне нужно было решить один вопрос. Так что не будем терять время. Я хочу знать. Хочу знать, какие у вас предложения относительно того, что мы можем сделать с журналом. Папа, если хочешь, мы можем выйти на пять минут, чтобы ты перевел дыхание. Нет-нет, Альфред, ради Бога. Я не хочу заставлять вас терять время, так что приступим. Итак, сеньоры. Время золото. Я хочу услышать ваши предложения. Начинайте, прошу вас. Ты уверена, что ты поступаешь правильно, сестренка? Не знаю, Лебио. Не знаю. Я пытаюсь выиграть время, поэтому не пошла на работу. Я стараюсь по возможности избегать Рахелио. Тебе рано или поздно придется противостоять этой ситуации. Нужно решиться. Я предпочитаю дождаться суда. Кроме того, если он узнает, что я буду свидетельствовать против него... Ну, не знаю, что тебе сказать. Я должна это сделать. Я сделаю это. Оставьте их в покое, пускай они уезжают. Поехали, поехали. Пока, пока, пока. Мама. Поторопись, Пачака, мы спешим. Не отчаивайся, брат. Время полно. Время для чего, Пачака? Для чего же еще, парень? Потом объясню. Мы готовы, сеньор, мы готовы. Братик. Сальвадор. Сделай ее счастливой. Мамочка, ты тоже постарайся быть счастливой. Ты же себя знаешь. Я вас обоих очень люблю. Мы вас тоже очень любим. Шеф, не забудь ящик. Пока. Пока. Мне кажется, это хороший план. Конкретный и четкий. Не знаю, не знаю. Я думаю, нужно предусмотреть все варианты. Если вы не возражаете, сеньор, я хотел бы это проанализировать. Мама. Эмпаре, что тебе здесь нужно? Чтобы вы не забыли об этом прощании. Потому что вы больше никогда не увидите меня и моего сына. Но. Никаких но. Мы обойдемся без но. Бестыжий, бесчувственный человек. Я никогда вам не прощу. Того, что вы унизили родного сына. Монстр, лишенный человеческих чувств. Спасибо, что пришла, Эва. Излишне говорить, что это твой дом. Ты можешь приходить, когда захочешь. Не говори дважды, Сусена. Я могу тебя на славе. Вы бы оказали нам честь, сеньора Эва. Спасибо. Что случилось? Я не думал, что ты уйдешь так быстро. Мануэль, я думаю, что так будет лучше для нас обоих. Нет, Энрикета, я тебе уже сказал. Я очень по тебе скучаю. Я говорю серьезно. Мануэль, но ведь ты сам все решил. Возможно, но я уверен, что когда за тобой закроется дверь, меня хватит желания побежать за тобой. Как в тот раз. Мануэль. Ну, нельзя же всю жизнь бегать. Иногда нужно остановиться и посмотреть, по какой дороге ты идешь. Подумать, поразмыслить, чтобы понять, что ты хочешь от жизни. А потом уже решать. Решать, стоит ли делить с кем-то свою жизнь, свою любовь. Я думаю, тебе нужно просто остановиться и подумать. И чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше. И для тебя, и для того человека, который будет рядом. Береги себя, Мануэль. И для тебя, и для тебя, и для тебя, и для тебя. Субтитры делал DimaTorzok Я так взволнована А мне очень грустно, бабуль Очень грустно Все хорошо Я получил разрешение Ты будешь присутствовать на выпуске Хуана Маурисева Невероятно, бабуль Когда я забеременела Вы мне не поверили В лице надо мной все смеялись Никто не хотел верить Жизнь невероятная штука Мне казалось, что передо мной закрылись все двери Мне тоже так казалось, детка Я старая и опытная думала, что твоя жизнь погублена Но я ошиблась Поэтому я так волнуюсь Сегодня твой день И знаешь что, детка Впервые в жизни я спокойна За твою маму Она наконец остепенилась И рядом с ней будет хороший мужчина Я тоже очень рада за нее Да что с тобой Давай оставим разговоры Быстро одевайся Я тоже приведу себя в порядок А то мы опоздаем на твой праздник Милая Ну что такое? Почему у тебя грустная личика? Бабуля, я так хочу, чтобы сегодня Рядом со мной был Маурисио Да, сегодня его не будет Но если есть правосудие Скоро он будет с тобой Чтобы видеть, как растет Марионита Спасибо, спасибо, Алекандро, спасибо Я так взволнован, что смогу выйти И смогу присутствовать на выпуске Я чувствую себя как ребенок, Алекандро Я очень рад, Маурисио Но я не могу пойти в таком виде Посмотри на меня Я поговорил с Эвой И она принесет тебе одежду Я так тебе благодарен, брат Что смогу увидеть Хуану Свою дочку Мариониту Я счастлив, Алекандро Нет, нет, не старайся, Роман Перес Это бесполезно Ты даже не можешь завернуть подарок Ты лишь тень Ты подобие мужчины, которым когда-то был Твои руки дрожат Ты даже не можешь справиться с кусочком бумаги Какой же ты слабый Боже Что я делал Это Роман Перес Который бросил нас И которого я столько времени ненавидел Нет, нет, нет Этот слабый дрожащий старик Не может быть им Я не чувствую к нему того, что чувствовал вчера Я вижу его таким слабым Таким беззащитным Таким беззащитным стариком Давайте я вам помогу Я принесла Маурисио Как хорошо, что Алекандро получил разрешение, правда? Да Для Хуана это будет сюрприз Она даже не догадывается Нет Вчера я была на свадьбе Анны Марии И, разумеется, видела Хуану Ты знаешь, у нее очень, очень хорошая интуиция Что? Она тебе сказала что-то? Да, она спрашивала о тебе И сказала, что беспокоится за твое здоровье Что ты ей сказала, тетя? Я ничего не сказала, дорогой Потому что обещала тебе молчать Боюсь, что она не поверила мне Готово? Можно дарить? Господи, как быстро Да, все готово Спасибо И не знаю, как тебя отблагодарить Нет, нет, не беспокойтесь Нет, нет, подожди, подожди Я хочу поблагодарить тебя за другое Но я не понимаю За что вы можете меня благодарить? За прекрасный подарок Который ты мне только что сделал Твое прощение, Мануэль Погодите Какое прощение? Я не бог, чтобы прощать вас Да, Мануэль Но ты мой сын Прости, что я так тебя называю Я знаю, что потерял это право Когда уехал Когда бросил тебя Но, по крайней мере, вы дали мне жизнь Нет, нет, Мануэль Этого недостаточно И ты это знаешь Чтобы быть отцом Недостаточно зачать ребенка Отец растит ребенка Поддерживает Дарит ему любовь Провожает в колледж Не спит, когда ребенок болеет Страдает, если он оказывается в больнице И даже наказывает Если в этом есть необходимость Я знаю, что можно быть Отцом неродному ребенку Посмотри на себя Ты лучший этому пример Все эти годы ты был отцом Для Хуаны Это прекрасно Не беспокойтесь Не мучьте себя этим Потому что вы не так много потеряли Напротив Нет, нет, нет Я все потерял Послушайте меня Поверьте, я во многом согласен С тем, что вы сказали Я хочу воспользоваться этим моментом Чтобы попросить у вас прощения Потому что я признаю, что был очень суров Я вел себя плохо Но ничего У нас еще Есть время все забыть Конечно, нельзя все стереть И начать с нового листа Но Кое-что лучше забыть Спасибо Прости меня, Мануэль Прости меня Я хочу тебе кое-что сказать Я знаю, что не имею права Давать тебе советы Но я за тебя беспокоюсь Хотя ты мне ничего не сказал Я знаю, что Значит для тебя Энрикета И я хочу дать тебе совет Совет? Какой совет вы можете мне дать? Борись за эту женщину, Мануэль Борись за свою любовь Не позволяй страху и сомнениям Взять над тобой верх Сынок Не бойся повторить мою историю Потому что, к счастью Ты не такой, как я Наоборот, ты мужчина Каким я не смог стать И если отступишься Перед ложной гордостью Перед страхом Ты не будешь счастливым Так что не отступай, сынок Иначе Ты закончишь Одиноким стариком Как и я Быть одному Очень грустно И очень болезненно Это я тебе говорю, Мануэль Тетя, кузина Угадайте, что происходит внизу Что? Дядя Рамон Что с ним? Что случилось с Рамоном? Лучшее, что могло случиться Что? Ну говори же, наконец Дядя Рамон и Монолита Разговаривают, тетя Слава Богу Вы уйдете отсюда, мерзавец Что это за выходка? Чего ты добиваешься? Несчастье в семье? Как раз этого я хочу избежать Трагедия Знаете что? Мы дошли до края Вот ваша одежда Забирайте ее и уходите Я больше не хочу вас видеть Никогда Ты определенно сошла с ума Ты не можешь выгнать меня Из моего собственного дома Да? Раз вы говорите, что Умберто Не ваш сын Вам не зачем оставаться здесь Потому что здесь живет Отец моих детей Ты определенно свихнулась Убирайтесь отсюда, вон Вы плохой отец Плохой человек Бесчувственный мерзавец Вон отсюда Ты пожалеешь, женщина Слышала? Со мной ты не будешь обращаться Подобным образом Я очень давно жалею Трус Вы эдакие Убирайтесь Из этого дома Какой кофе любит Армандо? Черный Или с молоком? Доброе утро Доброе утро, Армандо Я сварил кофе Хорошо Найти тебе рубашку? Нет, нет Я постирал свою футболку И повесил в сушилку А что, тебе неловко? Нет, нет Но если хочешь Я дам тебе рубашку Пока высохнет твоя Нет, нет Не нужно, Армандо Не беспокойся Какой ты любишь кофе? Предпочитаю черный Ты любишь черненьких? Я люблю черный кофе Спокойно Я пошутил, Армандо Спасибо, что пустил Переночевать Как тебе спалось на софе? Хорошо Еще, Армандо Я хотел тебя поблагодарить За Вчерашний разговор с отцом Спокойно Я ничего такого не сделал Нет, ты сделал Ты противостоял отцу Не думая о последствиях Дело в том, что я не выношу Несправедливость Но в журнале у тебя слава ловеласа Я не думал, что ты встанешь На мою защиту Возможно, я сделал это Потому что Ты Слабый Армандо, не говори так Ты рискуешь Скорее, ты рискуешь Если посмеешь Нет, Армандо Если серьезно Я тебе очень благодарен За вчерашнее поведение Ты поступил как брат Или даже как отец Возможно, если бы мой отец был таким, как ты То я бы вообще не стал таким Мама, что означает вся эта одежда? Твоя мать Твоя сумасшедшая мать Хочет прогнать меня из дома, как собаку Так и есть А вы не вздумайте вмешиваться Потому что я за себя не отвечаю Слышали? Мама, пожалуйста, успокойся Я не успокуюсь, Альфредо Пока этот сеньор не уйдет из моего дома Значит, ты никогда не успокоишься Потому что я не собираюсь уходить Вы можете объяснить, что происходит? Ничего особенного Твой брат Умбертико Держась столько лет За материнскую юбку Поменял сексуальную ориентацию Окончательно Что ты сказал? Что сын этой сеньоры Объявил себя гомосексуалистом Как вам это? Ты помнишь, Рамон? Не так давно эту пиццей закончила Анна Ты испытываешь гордость Не можешь себе представить, какую я, Сусэма Спасибо тебе за этот подарок Моя красивая дочка Привет, мама Поверить не могу Ты такая красивая в этом наряде Но просто не верится Ты не представляешь, сколько я мечтала об этом дне У тебя получилось Мам, у нас получилось Все, ребята, все Почему вы здесь? Займите свои места, пора начинать Все уже здесь, идемте Ну и что с тобой? Мамочка, если бы сейчас здесь был Маурисо Но это слишком большое желание Думаю, если у Мберто хватило мужества признаться нам, своей семье Мы не должны смотреть на него, как на странное существо Для меня так и есть, дочка Поэтому вы уберетесь из моего дома, уходите Уходите же, наконец Я сказал тебе, что не уйду из собственного дома Не уйдете? Но знаете что? Я не намерена оставаться с вами Даже один день под одной крышей Мама, подожди А ты, папа, подумай Что ты делаешь? Если будешь вести себя, как песчаный человек, останешься один Ну а ты? Ты тоже поддерживаешь своего брата, гея? Это еще один подарок, за который я должен поблагодарить Бога Надеюсь, я тоже могу поблагодарить его Я бросила учебу, потому что нужно было работать Но сейчас, глядя на кузину, у меня появляется желание закончить школу Конечно, Мария Роса, так и надо Слышал, что сказала кузина Мануэль? Прислушайся к ее словам Да, я считаю, это отличная идея А эта идея тебя не вдохновляет? Какая идея? Идея учиться? Ну, разумеется, учиться На кого? Я прошу Бога, чтобы он дал мне немного больше жизни Чтобы увидеть, как ты получаешь диплом Ты можешь стать кем захочешь Инженером, адвокатом, математиком Потому что ты умный, сынок Ты способный Ты самый способный из всей нашей семьи Ты можешь добиться чего хочешь Я в тебе верю, сынок Верю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И что теперь? Хуани, я не знаю Хочу ли я становиться взрослой Я знаю, что теперь мне придется самой принимать все решения Это правда Детство закончилось Правда, со мной это произошло намного раньше Так что приготовься Знаешь что? Я 17 лет хотела быть свободной А сейчас не знаю, хочу ли я этого Я знаю, что теперь я буду нести ответственность За все, за все Какие приятные моменты у нас здесь были, правда? Знаешь что? С меня довольны Давай воспользуемся, что здесь собралась публика Потому что мне все это надоело Я устала Я, Хуана Перес Которую вы здесь видите Девственница Не потому, что я моралистка Или потому, что храню себя для мужчины Из-за которого выйду замуж Я девственница, потому что мне так хочется Да, Лили, было прекрасно Ну, а теперь ты выросла Мы выросли И будем сами отвечать за свои ошибки Такова жизнь Дорогая моя Я знаю, что ты еще очень маленькая Но если бы ты знала, что пришлось сделать твоей маме Чтобы быть сегодня здесь Ты бы гордилась ею Как горжусь я Родители и гости Уважаемые выпускники Коллеги, ученики, сеньоры Добро пожаловать Перла Форес На выпускной вечер Я с большой гордостью Приглашаю на эту сцену ученицу Которую выбрали ее товарищи Путем голосования Как главного оратора этого вечера Сеньоры, перед вами девушка Которая доказала, что усилием и работой Можно добиться всего Хуана Перес АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА Спасибо. Я вам уже объяснил, дон Рахелева. Я сделал все, что смог. Дальнейшее зависит не от меня. Я не понимаю, почему прокуратура не начала судебный процесс против Мавричио. Я вам уже объяснил. Прокурору переданы улики, но он должен проанализировать их и решить, следует ли передавать дело в суд. Какие еще улики нужны? Есть тело, есть оружие. Он долгое время скрывался от правосудия. Да, это улики, дон Рахелева. Но есть и сомнения. Я оцениваю шансы 50 на 50, что дело Мавричио не будет передано в суд. Боже праведный. Что за прокурор занимается этим делом? Ты его знаешь? Его можно купить, можно склонить на нашу сторону. Даже не пытайтесь, дон Рахелева. Я попытаюсь. И ты тоже попытаешься, потому что мне не нравится останавливаться на полку. На пути. Мне тоже, дон Рахелева. Но я думаю, самое разумное в этот момент ни во что не вмешиваться, потому что это может вызвать подозрения. Вы понимаете меня, дон Рахелева? Это означает, что я больше не могу рассчитывать на тебя. Дорогой, там Маурисио. Это ты постарался? Нет, нет, это не я, но я очень рад. Наверное, Лехандро добился разрешения. Хуана очень волнуется. Брионита, видишь, кто там? Твой папа. Ты видишь, как он горд? Посмотри. Простите. Я ничего не приготовила, никакой речи, потому что мои друзья решили, что лучше я буду говорить экспромтом. Буду говорить то, о чем в этот момент хочу сказать. Они, правда, не подумали, что я буду так сильно волноваться, увидев, что моя мечта стала реальностью. Потому что только что сюда пришел отец моей дочери. Армандо, я только могу поздравить тебя. Когда мне рассказали, что ты защитил Умберто от унижения Рахелева, клянусь, я почувствовала, что ты стал прежним, Армандо. Я сразу это заметила. В чем дело? Почему ты так на меня смотришь? Я не могу поверить, что говорю с тобой. Ты не Тенрик, это, которую я знаю. Что с тобой произошло? Ты так говоришь из-за моей одежды? И не только. Меня тревожит такая перемена в тебе. Спасибо, Армандо. Мне приятно, что ты это заметил. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, какая ты красивая. Что произошло? Почему такая перемена? Ну что ж, узнаешь все в свое время. Теперь у меня будет такая тактика, такая стратегия, которую я использую для достижения конкретных целей. Любопытно, мы столько ждали этого дня, а теперь понимая, что расстаемся и пойдем разными путями, это почему-то не кажется таким заманчивым, таким привлекательным, потому что мы чувствуем, что эта дорога заканчивается. Нас это смущает. Но когда заканчивается одна дорога, начинается другая. Правда, прошлое нам близко и знакомо, а будущее неизвестно, и поэтому пугает. Но оно впереди, и оно интересно. Ты ее слышишь, Мануэль? Ну разве она не солнце? Да, Анита, твоя дочь – настоящее солнце. За последний год я очень многое пережила. Вы все знаете мою историю. И я должна вам сказать, не бойтесь. Не нужно пугаться препятствий, которые будут появляться на вашем пути. Нужно находить силу и преодолевать их. А ученикам, которые сегодня не получат аттестат, я советую не сдаваться. Мне пришлось забыть об учебе. Нет, не так. Мне пришлось как бы оставить свою мечту. Потому что я забеременела, и нужно было помогать семье, заниматься дочкой и бороться со своей любовью. Но, несмотря ни на что, я верила, что смогу дойти до конца. У меня есть то, что решило мне дать жизнь, и что решила я сама. Я освоила два урока. Первое – всегда верить в свою мечту, потому что рано или поздно она станет реальностью. И второе – проигрывает битву только тот, кто сдается. АПЛОДИСМЕНТЫ декабря – всегда вернее. РVERSацией –嗎? Декабря. Декабря – все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok